Приветствую всех подписчиков 4-летнего путешествия, с вами снова Баб Лукас, и сегодня 29 марта 2023-го. Надеюсь, что у вас все замечательно, и прошу прощения за большие перерывы в выпуске видео. Последнее, я полагаю, было 10 января, почти три месяца назад. И, конечно же, это были очень интересные три месяца, по крайней мере для меня. И я полагаю, что 4-летний цикл теперь уже уверенно подтвержден. Возвращаясь к последнему видео от 10 января, тогда еще картина определенно еще не выглядела, но мне определенно казалось, что у рынка желания идти ниже уже не было. Уже было много признаков того, что началась зона накопления, а для рынка дорога вверх уже могла быть открыта. Конечно же, в тот момент все было основано больше на ощущениях, но в итоге тайминг был хороший. Итак, я поговорю с вами о подтверждениях 4-летнего цикла, а также о преодолении стены СНС, а также шансах о ретесте предыдущих низов. Также поговорим о волатильности, что является очень важным моментом для понимания. В прошлом мы об этом очень много уже говорили, но это то, что вы должны очень хорошо понимать и ценить, если вы собираетесь и намереваете удержаться в течение следующего цикла. И, конечно, я попытаюсь произнести зажигательную речь, чтобы вы не сбились с пути и поняли, что вам необходимо будет сделать, чтобы оставаться тут более продолжительное время. Итак, перед вами недельный график. И это именно та свеча, когда в видео, выпущенном 9 или 10 января, 17.2, 17.3, это где мы докупали итоговую часть в модели нашего портфеля. И, по сути, основная причина того, почему мы это делали, несмотря на то, что мы всего лишь на 10% были ниже ноябрьских низов, я ориентировался на 60-дневный цикл и использовал недельный таймфрейм. И, по сути, со всем этим СНС, который присутствовал в это время, понимал, что рынок больше не реагирует на эти попытки двигаться еще ниже. Для меня это стало сигналом того, что продавец истощился, появился новый покупатель, а большинство показателей по рынку сигнализировали о перепродаже. И, по крайней мере, для меня уже ощущалось, что определенно могло быть еще большее движение вниз. Но это не было предсказанием, что рынок с криками устремится кверху. Это была более расчетная идея того, что мы настолько глубоко опустились в рынке и падение в 4-месячном цикле, а настрой был настолько сильно негативен, а продаж было так много, что рынок уже не хотел двигаться ниже, что я почувствовал, что если я хочу удерживать монеты в следующий 4-летний цикл, который уже был за углом, то это отличная возможность для того, чтобы полностью загрузить будущий портфель, понимая, что цена все-таки может еще упасть до уровня в 12 тысяч, о котором очень многие говорили в то время, что мы определенно достигнем. Для меня же уровень в 17 тысяч казался логичным, несмотря на то, что сохранялся риск того, что мы пойдем еще ниже, так как я понимал, что следующий 4-летний цикл уже очень близко и скоро начнется. А тайминг был довольно верным. Поэтому заход в мои позиции был довольно логичным. И, по-моему, я упоминал в том видео, что все, как это выстраивалось, позволит легко биткоину достигнуть с криками 28 тысяч. И неоткрытие этих позиций может привести вас к ситуации, выброшенном за пределы этого ралли, не позволяя вам покупать, видя цену в диапазоне от 15 до 17 тысяч. И это именно то, что и произошло в последующие несколько дней. Мы ушли с 17 до 21 тысячи, а в последующую неделю до 24. И с тех пор рынок так и не дал возможности участникам поймать момент на откате, чтобы получить возможность зайти. И это именно то, что ранние стадии циклов или ранняя фаза бычьего забега обычно делает, оставляя очень многих позади, кто боялся зайти, потому что всегда испытывал страх того, что возникнет движение вниз. И в какой-то момент, конечно же, оно не произошло, и в итоге все закончилось плохо. Так как, когда происходит крупный разворот большого тренда во время медвежьего рынка, как этот, это требует значительной веры того, чтобы поверить в разворот. Так что в какой-то момент необходимо совершить шаг веры и зайти в рынок. Так как разворот в любом случае рано или поздно произойдет, а вы закончите тем, что не будете знать, когда зайти, будете бояться зайти. Я думаю, что даже сегодня на 28 тысячах, процентов 60 или даже 70 процентов этих низов заставляют некоторых думать, что мы все еще увидим эти уровни в 15, 13, 12 и ниже. В итоге они не делают покупку. Но именно так мы делаем наше восхождение в гору страха на ранних стадиях нового тренда. Обычно это так. Но почему этот новый четырехлетний цикл уже подтвержден? По сути, для этого нужно посмотреть на месячный график. И прежде всего, этот график, даже не знаю, как сказать по-другому, очень секси, показывающий нам месячные данные. Так как у нас есть подтверждение, и как только мы имеем закрытие над 10-месячным скользящим средним в тренде, то этот тренд уже больше не тренд. По крайней мере, я так считаю. Можно увидеть одно лишь закрытие над данным трендом, но когда у нас есть последовательные два закрытия, обычно считается, что тренд закончился. И начинается новый. Но также это обычно происходит и в моменты, когда новый четырехлетний цикл уже идет. И его начало образуется с января в этом движении, хотя на самом деле низ был в ноябре. Вы можете его пометить. А я сделаю пометку здесь, потому что цикл... Потому что цикл еще раз пытался развернуться ниже, мы видим, на неделях. Но у него не получилось. И именно в это время произошел разворот. Эта зеленая свеча означает здесь начало цикла. На самом деле это не важно, в конце концов. Но важно то, что мы будем ждать и ожидать этого разворота четырехлетнего цикла. И это случилось. И сейчас это происходит в то время, когда происходит кругом экстремальное количество СНС. И это мне нравится наблюдать. Мне нравится смотреть, когда рынок или актив идет против общего настроения, идет против общего... Потому что эта повестка является повесткой 2022-го. А это медвежья повестка. И даже с учетом новостей, которые либо основаны на событиях 2021-2022-го, а говоря точнее, это ситуация с Binance, с FTX, огромные сливы, действия, сек. Это все результат того, что происходило вокруг, во время фазы медвежьего рынка, а также, конечно, и бычьего цикла, но, по сути, событий последнего цикла. И рынок часто на это реагирует повторно. Люди ждут маленьких цен, но они боятся. Но вам всего лишь нужно смотреть на то, куда мы можем прийти с точки зрения максимума. В итоге мы достигли 77% спада. И какого уровня вы ожидаете? Да, я знаю, что в предыдущих циклах у нас было падение на 82, а до этого на 86. Но, как вы видите, и прибыли также сокращаются. А также приросты с предыдущего минимума до вершины не шло ни в какое сравнение с тем, что мы видели до этого. Так что вы наблюдаете в какой-то степени уменьшающийся эффект для падения аналогично и росту. И для медвежьего рынка 77% это много, а следующий медвежий рынок, возможно, будет гораздо меньше. И это кое-что, что нам необходимо усвоить. И еще одна причина, почему данный четырехлетний цикл подтвержден, заключается в том, что посмотрите на тайминг. Он был невероятно точен. Забудьте о том, что было между точками, между началом и концом цикла, либо между вершинами циклов. Если мы посмотрим на то, где этот четырехлетний цикл образовал вершину, и где он кончился, цикл был невероятно целостным. Даже предыдущий цикл является отличным примером. Движение, прирост к вершине не был таким большим, как я ожидал, или как многие ожидали. Но с точки зрения тайминга, на чем я сосредоточен прежде всего, он образовался идеально. 35 месяцев до вершины, 35 месяцев до вершины. В 2017-м, за последнее движение, минимум за 46 месяцев, за 47 месяцев, за 49 месяцев. Относительно или даже экстремально последовательно в своей структуре. И это в основном именно то, на чем я строю свои умозаключения. Кто-то может сказать, что, что ж, мы не достигли 160, 170, 180 в прошлый раз. Но на самом деле это не важно. Что важно? Это зайти логично низко внутри цикла, а выйти как можно на более высоком, но на логичном уровне. Затем подготовиться повторить и еще раз повторить. Мы это сделали у вершины 2017 года. Затем зашли довольно близко к низине 18-го в декабре. Вышли хоть и не на всю сумму, но на достаточную. В конечном итоге здесь, в 2021-м. А затем зашли здесь, на низах. И по сути, это все, что нам здесь и нужно. А затем, как только мы сформировали наши позиции и довольно правильно, мы сосредотачиваемся на части выполнения нашего цикла. То есть входы и выходы являются важнейшей частью внутри цикла. Затем нам необходимо сосредоточиться на дисциплинированном подходе к мышлению. Понимание временного интервала, в который мы инвестируем, и выполнение этого плана, что означает не попадаться в ловушки волатильности, новостей и окружающего нас настроя. И что бы с радостью я хотел услышать, это то, что в Твиттере, в социальных медиа, все, что мы слышим вокруг, это то, что крипто или биткоин будет полностью отключен, либо запрещен, все рухнет, а обмены онлайн и оффлайн будут закрыты. Что комиссия по ценным бумагам и биржам придет за каждым в крипто, это будет катастрофа, а ФРС будет продолжать поднимать ставки, и как это вызовет коллапс в секторе банковском, рецессия продолжится и так далее и тому подобное. И если вдуматься, то вся эта история кружится вокруг лишь одного страха. А рынок, несмотря ни на что, растет на 60 или даже 70%. Некоторые из вас, кто по-прежнему верит в эти истории и полагает, что мы все-таки увидим нисходящие низы, называя это медвежьей ловушкой или ралли медвежьего рынка. И так и может произойти. Вы можете верить в это, но я не являюсь тем, кто скажет, что это невозможно. Любой сценарий является возможным. Я думаю, что сказал очень ясно в самом начале этой серии выпусков. Любой прогноз, который я здесь делаю, это лишь вероятность. И нам нужно готовиться к любым вероятностям, которые могут случиться. Но в какой-то момент вам нужно сосредоточиться на стратегии, которая приемлема для вас. И для меня вот эта стратегия является работающей для биткоина, а также и для других классов активов. Многие-многие годы и даже более чем 10 лет. Я придерживаюсь того, что я знаю. И после чего я настраиваюсь на то, что у меня есть инструменты, которые довольно хорошо работают, но при этом все равно не являются гарантом. В итоге я должен больше беспокоиться о своих позициях и их размерах. Для того, чтобы пройти этот путь, и чтобы в конечном итоге иметь возможность отвечать на ситуацию, которая развивается по мере моего движения вперед. Но сейчас, аналогично тому, что было в последнем цикле, эта ситуация для меня является очень ранней фазой нового четырехлетнего цикла. А со временем у нас будет получаться забираться на эту гору беспокойств. И в конце концов, по мере движения цены все выше, будет появляться все больше в это верующих. И в конце концов, разговоры поменяются от экстремально медвежьих, страшных, мрачных и обреченных, таким как «Хей, здорово, это же новый бычий рынок, мы заработаем кучу денег». И вся эта история внезапно поменяется. И все эти ютуберы, а также все остальные, не буду говорить конкретно, поменяют свой тон, потому что в целом история, в общем, поменялась. Все это будет ощущаться по многим показателям. И это именно то, что циклы из себя и представляют. Городской поток настроения. А мы с вами в этих циклах пытаемся определить как можно более ранние изменения этого настроения, этого тренда, и быть впереди данной кривой как можно сильнее. С обоих точек зрения, верха и низа. На минуту отвлекусь от вопроса цикла, совсем забыл сказать о ключевом уровне, здесь на уровне 25 тысяч. Если увеличить картинку, можно увидеть вершины вот этих двух свечей. После очень значительного спада, случившегося из-за 3-эро капитал, падения в течение лета, идущего после первого спада, образовавшегося после вершины бычьего рынка. Это был самым большим, крупным процессом ликвидации, после чего последовал большой 4-5-месячный процесс распределения со значительным количеством продажи и финальным сливом. И эти две свечи, вот здесь так же, как и эта свеча в последний месяц, это февральская свеча, обе ударялись в этот уровень и встречали на пути сопротивления. Также это очень неустойчивая ситуация, несколько свечей назад, в 2019-м, из-за которой медведи, наверное, очень обрадовались. Но очень важно, что они удержались, после чего эта свеча выстрелила и достигла уровня 25 тысяч. Достаточно крепко закрепила ситуацию с подтверждением начала нового 4-летнего цикла. И это закрытие в данном месяце осталось пару дней. Эта зеленая свеча для меня является подтверждающей свечой, помимо остальных индикаторов, что этот 4-летний цикл еще молод, в котором мы всего лишь 3 месяца. И в теории нас ожидают последующие 30 месяцев к вершине развернутого в правую сторону цикла. И может быть только 12-15 месяцев к вершине в левую сторону развернутого цикла. Пока говорить о том, будет ли этот цикл развернутым в левую сторону или в правую сторону, еще очень рано. И не то, что бы я хотел обсуждать в данном видео. В этом видео будет более важным понять начало этого цикла. Это очень-очень важное событие, которое происходит раз в 4 года. И сейчас это происходит. Так что давайте сосредоточимся на позициях, входе в рынок и настрое. Как будто мы находимся впереди вот здесь. И вам очень сложно поверить, что рынок развернулся. Опять же, со всеми этими негативными новостями и настроем, которые кружили повсеместно, было очень легко не поверить в то, что мы зашли за угол здания. Так что очень важно в данной ситуации найти это обоснование и убедиться в необходимости подготовить и открыть позиции, если еще не сделали это, во время подготовки к следующему циклу. Затем, по мере развития цикла, мы можем искать различные подсказки и структуру того, будет ли этот цикл двигаться к вершине, как лево развернутый или право развернутый. У меня есть догадки, но пока не говорить слишком рано. Возможно, в следующем видео, через пару месяцев, мы можем провести некоторое время, углубляясь в то, как будет выглядеть левосторонний или правосторонний цикл в долгосроке для биткоина. Но сейчас, в третьем месяце, нам следует быть, даже в случае очень медвежьего сценария, двигаться, возможно, от 7 до 9 месяцев вдоль рыночного тренда, направленного вверх. После чего уже можем начать беспокоиться о дальнейших сценариях и возможности левостороннего цикла. Итак, одна вещь, которую бы вы заметили, если снова посмотрели на графики, что некоторые из циклов, на самом деле два последних цикла, как бы тестировали эти низы в какой-то момент, по мере своего развития. В данном случае это был коронадамп. Мы снова вернулись к этому уровню, но это был год спустя, после данного низа. И, на мой взгляд, это был пример случившегося истинного черного лебедя. Скажем, без ситуации ковида, этого инцидента, цена никогда бы до этого не дошла, но уже было без этой точки. Я думаю, хорошее подтверждение этого, жесткий отскок и возвращение через месяц уже на уровень даже выше этого уровня. Для меня это более скругленная основа, период консолидации, который стал результатом значительного и единственного движения в рамках данного четырехлетнего цикла. Если вы помните, от 3000 до 13, что было не так далеко от исторического максимума, случилось за пять месяцев. Это движение произошло слишком быстро, а должно было занять гораздо больше времени, чтобы сконсолидироваться и подготовить базу для финального движения. Так что, если вы посмотрите на этот последний цикл, цена никогда не опускалась обратно, если только вы не станете спорить, что она опустилась на 6000. Немного другая ситуация была в 2015, с образованием вот этого низа. Много месяцев мы двигались в боковике, после чего образовалось вот это движение вверх, которое стало подтверждением цикла. А иначе это было не так понятно. За пять месяцев. Но все равно у нас было 40% падение до этого низа в августе, около 7 месяцев спустя после низа четырехлетнего цикла, который перебил низы вот этих свечей. Так что, да, такие движения возможны, с последующим возвращением и ретестом этой зоны. Но каждый раз, когда образуется дно четырехлетнего цикла, оно больше не пробивается. Так что страхи относительно того, что мы увидим движение обратно, ниже уровня 15-16 тысяч, в большинстве, в своем, на мой взгляд, не обоснованы. Но снова повторюсь, что, конечно же, утверждать и гарантировать что-либо мы не можем. Нельзя быть на 100% уверенным, но, на мой взгляд, у нас уже было несколько недель назад это 20% движение вниз. Ретест этого, возможно, низа на уровне, скажем, 19 тысяч, и в какой-то момент, в будущем, в течение одного или двух месяцев, будет достаточная вероятность того, не 100%. Но все же, я скажу, что большая вероятность, но будет. И также важно понимать, что, если мы с вами говорим о биткоине, смотря на дневные графики или недельные графики за последние 10 лет, что происходит с очень большим постоянством на основании 60-ти дневных циклах. Биткоин проходит через эти события ликвидности, либо, более вероятно, события волатильности, в которых в среднем он падает на 25% или даже 30%. И это также происходит, и на самом деле происходит более часто во время бычьих трендов. Во время бычьих трендов эти 60-ти дневные циклы с постоянством показывают 30-ти процентные спады. А 30-ти процентное падение от уровня этих цен составляет 6-7-8 тысяч долларов, как мы видели несколько недель назад, когда мы достигли 25%, а затем спустились на 19%. Такого типа события вы должны принимать и уважать, как вообще весь рынок биткоина и того, что он обычно делает. Итак, совмещая все это воедино, вернемся ли мы на ретест предыдущих низов? Не думаю. Я думаю, что мы снова можем вернуться на 19%. Но, на мой взгляд, есть больший риск того, что мы продолжим двигаться вверх, преодолеть 30 тысяч, а затем сделать забег в сторону 40 тысяч, перед тем, как в краткосрочной перспективе истощиться и упасть, скажем, на 30%. Возвращаясь на отметку в 20%, нежели риск того, что мы достигнем 19% и ниже. Оба сценария вероятны, и оба из них вам следует держать в голове и, по крайней мере, допускать, что могут произойти, чтобы на них не повестись. Но действительно важно это понять, что более часто у нас образуются эти волатильные события. Мы видим, что у биткоина случаются провалы даже во время трендов вверх. Мы наблюдаем эти события, когда он на 30% может упасть. И если вы следите за этим 4-летним путешествием, то знайте, что это инвестирование в период 4-летнего цикла. Вот почему вы делаете тактические покупки как можно раньше, после чего постепенно выходите, во время того, как настрой становится экстремально жадным и медвежьим. Вот тогда вам следует постепенно начать выходить. Но между этими событиями концепт заключается в том, чтобы не дергаться во время этих движений. Вы не ищете момента для продажи, когда рынок немного пошел наперед, чтобы затем немного откатиться назад. Так как часто происходит то, что вы остаетесь просто отстающим, в итоге покупая дороже. А покупая выше, продав ниже, отбрасывают вас назад, после чего вы начинаете подобие игр, эмоциональных игр, оказываясь в ситуации, даже несмотря на тренда рынка вверх, постоянно как бы пытаясь откупиться на низах, пытаясь угадать этот низ. Но это не получается. Вы покупаете выше, потом начинаете паниковать, когда не происходит 30% падение, и снова покупаете опять на верхах. И в итоге, повторяя так несколько раз, хоть и оставая в плюсе, вы упускаете огромную возможность прибыли, и оказываетесь слишком позади, даже против ситуации, когда бы вы держали и ничего не продавали. Понимая, что у вас не просто есть несколько месяцев, у вас есть несколько лет временного периода для поиска правильного момента для продажи в будущем. И опять же, если мы с вами посмотрим, но не хочу здесь называть какие-то цифры, но давайте представим, что мы ищем исторический максимум, ожидаем исторический максимум и подходим к уровню 70-80 тысяч долларов. Ожидая исторический максимум, с точки зрения инвестирования, вы ожидаете достаточно большие цифры, даже понимая, что класс активов, такой как биткоин, начинает взрослеть, по сравнению с традиционными активами, ничего подобного найти нельзя. Так что вам следует забрать эти прибыли, вот чего вы ожидаете. Вам не нужно зарабатывать на 20% падении, ища локальное дно или локальную вершину. Если вы трейдер, то, конечно, для вас это интересно, но мы здесь не трейдеры. Мы... Не хочу использовать фразу обычные ребята, мы всего лишь те, кто хочет войти в данный класс активов и не переживать о ежедневных колебаниях и недельных взлетах и падениях. Просто зайти внизу в правильное время и оказаться в моменте, который я называю сильными руками, когда позиция достаточно уверена в прибыли, и понимать, что обновление вашего портфеля, когда вы в плюсе на 60, 80, 120, 200% или больше, не пойдет вам на пользу, так как это выбросит вас за пределы игры и дисциплины, которая вам будет нужна, на пути к историческому максимуму и удержанию всех ваших позиций до момента, когда рынок начнет подавать вам сигналы, что пора выходить частями или, возможно, уже полностью. Здесь я вам не говорю ничего нового по сравнению с теми видео, которые я выпускал за последние 4 года и с момента входа в рынок в 2018-м. По сути, в каждом видео я говорю об одном и том же концепте. И я начинаю повторяться уже в каждом видео. Но на самом деле мы пытаемся максимально упростить эту игру как можно больше. Мы не хотим становиться трейдерами, а хотим катиться по циклу как можно лучше. Также хотим сократить количество сделок, которые мы делаем. Я думаю, делая это и делая это правильно, покупая в нужное время и продавая в нужное время, вместе с третьей вещью – хорошей дисциплиной и терпением за долгое время, в течение всего цикла. Всего лишь делая эти три вещи правильно, я гарантирую вам, что, независимо от того, что вы услышите в социальных медиа, вы обойдете в результатах 98% всех трейдеров или людей, которые называют себя трейдерами. Я вам это гарантирую. Для вас это также будет гораздо меньшим стрессом и гораздо более прибыльным за данный период времени. И в завершение мое трехминутное вдохновляющее выступление. Придерживайтесь направления. Мы ждали терпеливо этого момента 14 месяцев во время падения медвежьего рынка, чтобы зайти. И находясь сейчас в позициях, выглядит достаточно ясно, что четырехлетний цикл начался. Да, страх повсеместно, и какие-то из этих страхов имеют обоснования, но цена нам говорит об обратном. Нам нужно быть готовым к возможному движению вниз. И да, волатильность реальна, и мы увидим с вами 30% падение. И часто, может быть, мы увидим 40% и 50% падение. Если биткоин достигнет 35, 38, 40 тысяч, и упадет обратно до 21, может быть, 20 тысяч. Это возможно. Мы должны быть к этому готовы. Вы можете себя готовить к тому, что мы упадем на 40-50%. Думая об этом, вы сможете избежать это и зайти ниже. Но на самом деле это так не работает. Да, иногда вам может повезти. Но зачастую бывает так, как я уже говорил ранее, что ожидания крупного спада по рынку обычно приводят к совершенно противоположному. Аналогично тому, что было последние 3-4 месяца. Очень многие не зашли и теперь ждут большого спада, чтобы зайти в рынок. И аналогично тому, как было и в предыдущих 4-летних циклах. На ранней их стадии вы должны настроить себя, сохранять направление и зайти на разумный объем. Потому что если вы зайдете слишком по-крупному, пытаясь заработать совершенно меняющие ваш образ жизни деньги, заходя на все, что у вас есть. Мой опыт говорит о том, что позиция будет слишком большая. А вы будете сосредоточены на волатильности слишком чрезмерно. И все закончится вашим трейдингом, когда вы будете пытаться инвестировать и выброшенную с рынка в ненужное время. В итоге все кончится плохо. Я думаю, что лучше зайти на небольшую позицию, все-таки значущую для вас, но при том, которая позволит вам сохранять движение и направление, а также дисциплину в большей степени. Так что видео в данном 4-летнем цикле будут, скорее всего, выходить реже. И причина заключается в том, что я хочу, чтобы вы вернулись и посмотрели мои предыдущие видео. Так как я зачастую повторяю уже ранее сказанные вещи. И это тяжелая и сложная стратегия. Сложность в борьбе с собой, в борьбе со своими эмоциями, а также сосредоточенность на дисциплине. Это альфа. Перестать смотреть на волшебные сигналы, на волшебные индикаторы. Их не существует. У всего есть дефекты и недостатки. Но действительно, то, где основная проблема, и в том, откуда потенциальные прибыли могут браться, так это из ваших действий. И как вы выполняете эти действия. А действия являются результатом эмоций. Поэтому сосредоточьтесь на том, кто вы, и каковы здесь ваши цели. Развивайте эту стратегию и придерживайтесь ее как можно лучше. Если вам хочется поиграться с какими-то монетами, неважно, что это, создайте отдельный аккаунт на другой бирже. И играйте с тем, куда вас зовет сердце. Но держите эту заначку, предназначенную для четырехлетнего цикла, на собственном кошельке, не на бирже, под собственным контролем. На протяжении четырехлетнего цикла. И делайте это хорошо. Рынок все равно нам даст итоговый результат. Конечно же даст. Мы не можем это контролировать. Единственное, что мы можем, это воспользоваться ситуацией, если рынок ответит в соответствии с нашими ожиданиями. И если рынок ответит так, как мы ждем, то вы будете в нем и воспользуетесь этим преимуществом. Всем удачи, большое спасибо, берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!